Что такое СМИ и какова их роль в развитии общества? Эта тема сегодня стала главной и не только у нас, не только в России, но и за рубежом. Гибель нашего ведущего Казбека Гекиева породит новый интерес к этой теме. Так что же такое средство массовой информации? Это зеркало, в котором отражается наше общество? Это то, без чего не может сегодня существовать общество? Или же можно с легкостью выключить телевизор, не выписывать газет и не включать интернет? Сегодня в прямом эфире программы «Знак вопроса» мы говорим о роли СМИ в обществе. СМИ в обществе. СМИ в обществе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня о роли СМИ мы говорим с исполняющим обязанностей министра по средствам массовой информации, религиозным и общественным объединениям Мухаддином Кумаховым. Здравствуйте, Мухаддин. Добрый вечер. Мы рады, что вы приняли наше приглашение, пришли на наш эфир. Вот хотелось бы с вами поговорить о том, какую роль у нас в нашей республике выполняют наши средства массовой информации. Конечно, функций у нас достаточно. И зрители, наши читатели республики, если где-то что-то не так, конечно, они знают, кто виноват. Виновата СМИ. Но как вы считаете, какова наша сегодня роль и как республиканские СМИ справляются со своими задачами на сегодняшний день? Спасибо, Люда, за вопрос. Я бы начал разговор с того, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Тот, кто имеет информацию, тот знает намного больше, чем тот, который не имеет ее. И с этой позиции сегодня средства массовой информации именно Кабардино-Балкарской республики – это то, с посредством чего народ общается с властью, и власть доводит до народа свои программы, то, что он сегодня хочет реализовать на территории Кабардино-Балкарской республики. У нас обычно раз в месяц проходит совещание с главой Кабардино-Балкарской республики, я хочу это еще раз сказать. И всегда вопрос ставится таким образом. Наши газеты, наши журналы, телевидение, радио должны ближе, насколько это возможно, подойти к народу. Когда мы говорим, что это газета правительства, парламента, я не знаю, сейчас газеты могут издавать и учреждать кто угодно, мы говорим о том, что учредили эту газету. Но эта газета, этот журнал прежде всего жителей Кабардино-Балкарской республики, нас с вами. И я тоже должен иметь доступ к страницам этой газеты. Есть ли у меня проблема, нужно ли мне что-то от власти, или просто поделиться своими радостями, горестями иногда, и так далее, и так далее. Вы, наверное, заметили, что в последнее время на страницах наших газет все больше и больше начали появляться просто рядовые жители Кабардино-Балкарии. Помните, старое коммунистическое время, такой-то рабочий намолотил столько-то, сделал столько-то, не знаю, болванок и так далее. Мы не прекращали. В Вестях КБР и на нашем канале всегда... Все правильно, все правильно. Простые жители республики, жители республики во всех проявлениях. И создают богатство этой республики. И именно они должны быть первыми на наших страницах и в наших теле- и радиоэфирах. Кроме того, я бы был прямой, уважаемый телезритель. Вы можете звонить и задавать любые вопросы. И, как всегда, для нас нет запретных тем. И, да, я продолжу. И сегодня невозможно не заметить, что наши газеты меняются. Я объездил несколько наших соседних республик, увидел, что у них есть. Я не к тому, что мы, вот какие мы хорошие, а у них там плохо. Совершенно не в этом дело. А дело в том, что сегодня другое время. Сегодня другое мышление. Сегодня зритель, читатель понимает намного больше, чем мы предполагаем. И больше информации он получает, чем раньше. Источников получения информации множество. Очень много. Но при всем при этом не всегда эта информация может быть правдой. И что содержит эта информация, никто не знает. Поэтому наш зритель уже научился сравнивать тексты, сравнивать эфиры. И сам решать, насколько это правда, где скрывается неправда. И что надо сделать для того, чтобы все-таки эту достоверную информацию получить. И я не говорю уже про содержание. Вот, согласись, Люда, да, приятно держать эти газеты уже в светном переплете. Это и Камбардино-Балкарская правда. Безусловно, газеты изменились. Они стали более качественными в техническом исполнении, я имею в виду. И интересными в наполнении. Очень-очень интересные. Горянка, кстати, можно сказать, что единственная женская газета на Северном Кавказе. Одна из муниципальных газет. Прохладинские известия. Я вот покажу зрителям, да? Да, они очень активные. Не скажешь, что это муниципальная газета. Полностью в цвете. Очень ярко, красочно. Я думаю, что любой читатель с удовольствием берет эту газету и доверяет этой газете, потому что газета прежде всего уважает себя, делает эту газету интересной. И потому и читатель стремится получить эту газету. У них приличный тираж. Кстати, а тираж какой? Кстати, у всех муниципальных газет великолепные тиражи, если сравнивать с населением района. Что про республиканские газеты? Ну, я не думаю, что кто-то их не держал в руках и не читает. Это небо и земля. Буквально лет пять тому назад и сегодня газеты республиканские Кабардино-Балкария, это совершенно разные газеты. Это тонкий намек на то, что скоро подписная кампания, да? И это тоже, не скрывая, не скрывая, Люда, я скажу такую вещь. Газета «Заман», газета «Адгапсафи», да? Я уверен, что любая семья балкарская должна выписывать эту газету и любая кабардинская должна выписывать эту газету. Потому что прежде всего здесь есть язык, то, без чего мы не народ. То, что надо сохранить, надо сохранить эти газеты, чтобы они читали, чтобы они знали свой язык, чтобы они стремились говорить на этом языке. А то, что здесь много полезной информации, мне, наверное, и не стоит рассказывать. Кабардино-Балкарская правда, да, в последнее время, вот насчет как раз критики, да, была поставлена задача по возможности больше критики. Ну, если вчера пресс-секретарь президента Путина говорил о том, что Путину нужна критика, СМИ можете смело критиковать, то, наверное... Нет, нет, в России это только вчера сказали. А в Кабардино-Балкарской правда уже идет критика, да? Не только в Кабардино-Балкарской, во всех газетах. Задача была поставлена главой Кабардино-Балкарской республики Арсен Башаревичем Коноковым. Ребята, сколько можно гладить по шерсти? Давайте критику. И если хоть один человек скажет, почему меня критикуют, пусть этот человек подойдет ко мне. И если заметили во всех газетах, будь то письмо читателей, будь то журналисты сами заметили где-то неладное, обо всем этом пишется в открытую. И, вы знаете, не одним днем меняется мир. Нужно время. Конечно, замечательно. Спасибо за ответ. И у нас есть первый дозвонившийся. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Мухадину Кумахову. Нам, как бы, все знаете, очень даже... То, что у нас последняя новость, то, что произошло по поводу смерти Казбекарди Киева. Я бы хотел узнать, вот, и вопрос о том, да, Мухадину. Вот, вот, мотив, мотив преступления. Почему это так произошло? Кто это мог сделать? Или что до сих пор предпринято? Ну, я прошу прощения, Мухадин Релюшич. Наверное, все-таки это вопрос не к Мухадину, а ко мне, поскольку Казбек Гекиев был сотрудником компании, которую я имею честь возглавлять. Следственный комитет СКФО занимается очень вплотную этим делом. И сейчас уже сегодня информационные агентства, сегодня вечером передают уже информацию, что дело скоро получит свое завершение. Я думаю, что информация в течение нескольких часов уже разъяснится, потому что дело, как вы знаете, взяли под личный контроль и Владимир Владимирович Путин, и Арсен Паширович Коноков. И поэтому следственные органы, они работают, вот просто мы на телецентре, мы видим, мы за этим следим, они работают круглосуточно. Я думаю, что уже в течение нескольких часов информация уже будет у нас, и СМИ это озвучат. Спасибо за вопрос. Мухадин Релюшич, вот вы говорили, что газеты изменились, да? Вот сейчас они, на ваш взгляд, вот справляются со своей главной задачей информировать население о наиболее важных задачах, наиболее важных задачах в жизни общества. Вот изменился ли у них тираж, повысился ли за это время, коль скоро они стали настолько красочными, интересными, и даже уже появилась на их страницах критика? Тираж пока остается на том же уровне. Все-таки, будем честны перед собой, интернет делает свое дело, да? Когда почти в каждом доме есть интернет, вышел, нашел ту информацию, которая тебе нужна, и все, в принципе, как говорится, есть информация. Но есть почитатели наших газет, которые всю жизнь выписывали, выписывают, и я так думаю, будут выписывать. Но мы работаем сейчас над тиражами всех и республиканских, и муниципальных газет. В принципе, дело обстоит нормально, я думаю, что мы и повысим тираж этих газет. В то, что касается содержания, эти газеты, вот три газеты, Кабардино-Балкарская, Правда, Адегапсалта и Заман, они у нас ежедневные. Естественно, та информация, которая идет по республике, вот сегодня, горячая, утром уже, конечно, поступает к читателю. Меняться надо, конечно. Совершенствоваться надо, безусловно. Мы над этим работаем. Тот, кто успокоился, тот уже стоит на месте. Стоять мы не собираемся. Конечно, к лучшему идти и стремиться. Желаем вам успехов, тем более, как мы говорили, уже подписная кампания, уже на первое полугодие следующего года. Желаем вам удачи. И у нас есть очередной звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поблагодарить средств нашей массовой информации за отсутствие так называемой желтизны. Это очень хорошо, что в нашей республике нет такого. Это первый. И второе, то, что, ну, как бы, вроде бы, как получается, кроме экстремизма, у нас в республике таковых проблем нет. Мало обсуждается, мало освещается, критики мало. Ну, что вы можете вот сказать по этому поводу? Как-нибудь изменения будут или будем так на месте стоять? Спасибо вам большое за вопрос. И спасибо, конечно, за такое теплое отношение к СМИ. К сожалению, оно сейчас у нас встречается редко. Как вы думаете, будут ли перемены? В тематике имеется в виду? Ну, естественно. Но я начну с того, с благодарности нашего зрителя. Спасибо огромное. Вы знаете, мы ставили, мы ставим, и будем говорить только об этом. Без желтизны, без грязи. Безусловно. Без фальши. Давайте работать. Если вы замечаете, на всех наших телеканалах, во всех наших газетах вы не увидите... Глядываний, подсматриваний, каких-то грязных сплетен, потому что это раздражает человека. Подробная информация, а человек сам оттуда выводит то, что ему нужно. А остальное отбросит. Это то, что касается первой части. И то, что касается второй части, конечно, я уже говорил об этом и буду говорить. Меняемся. И на эту тему у нас, кстати, очень много публикаций, много документальных фильмов прошло. И на вашем канале, и на 49-м, и внутри. Это та тема, над которой неустанно будем работать и работаем. И у нас есть звонок от телезрителей. Пожалуйста, включайтесь. Алло. Добрый вечер. Добрый. Не считаете ли вы, что мало встречается на нашем канале вопрос о новости медицины и рассказы о врачей? Новости чего вы еще раз? Медицины. А. Спасибо за вопрос. Вот Мухадин Ролюшевич, наверное, скажет о своем республиканском канале. Я бы хотела сказать о нашем, что у нас с Нового года несколько новых проектов. Вы знаете, многие годы мы вещали только новости. У нас не было эфирного времени. Сейчас у нас вечерний эфир. И у нас как раз мы разворачиваемся к медицинской тематике. Потому что у нас очень много хороших врачей. У нас очень много уникальных случаев, уникальных врачей, которые, может быть, не имеют такой профессиональной сумасшедшей аппаратуры, как в Москве, как в больших городах, как за границей. Но при этом лечат, как там. Но они лечат, лечат, вылечивают. И очень много достойных специалистов. Я думаю, что мы о них в своем эфире будем рассказывать. Как на республиканском канале. Да, Люда, спасибо огромное за то, что ты сейчас сказала. Иногда мы за плохими людьми, не буду говорить какой профессии, это даже в любой профессии, мы забываем про хороших, честных, добросовестных людей. Которых, к нашему счастью, намного больше. И потому я не скажу, что мы обходим стороной медицинскую тему. Наоборот, даже сейчас есть установка больше уделять внимания. И до сих пор уделяли. У нас очень много публикаций. Вы хорошо посмотрите в газетах. Сюжеты были, публикации. И критические заметки тех же больных, которых там заставляли куда-то бегать, собирать какие-то справки. И разного рода, не знаю, непонятные вещи, которые дотворились в разных лечебных учреждениях. Это мы все даем. Помимо этого, конечно же, и рассказываем о тех врачах, которые в сегодняшнее трудное время отдают всего себя этой профессии. Что и должно быть, мне так кажется. Медик – это такое слово, что тут лишнее слово и не нужно. Да, конечно. Владимир Леонидович, вот сегодня в республике очень много говорят о слиянии телеканалов. Вот я бы хотела обратиться к нашим телезрителям. Канал «Россия-1 Кабардино-Балкария» ни с кем не объединяется. Это федеральный канал. Мы являемся филиалом всероссийской телевизионной и радиовещательной компании. Самого большого медиахолдинга в мире. Это на второй кнопке. Мы – федеральная структура. Что касается республиканских каналов, которые в народе именуются Нотром и 49-м, вот, наверное, надо вам прояснить эту ситуацию с объединением. Тем более на днях общественная палата заседала Кабардино-Балкарской республике по этой тематике. Да, по этой тематике я скажу, Люда быстро открестилась от того, что ни с кем не объединяется. Ну, потому что в интернете читаешь, это все, что всех объединяют, нас ни с кем не объединяются. Нет, а все дело в том, что, Люда, никто ни с кем не объединяется. 49-й канал переходит в здание Нотро. Это здание принадлежит государству. Нотро делится с 49-м ГУВТК Кабардино-Балкария, как мы говорим, оборудованием, людьми, зданием. Государственное казенное учреждение, вещательный телерадиоканал Кабардино-Балкария, остается таковым, каким он есть сегодня. То есть ни в коем случае слово «государственное» от этого телерадиоканала не отойдет. Это было первое, что сказано главой. Должно остаться государственное телевидение и радио, конечно. Далее мы укрепляемся, чтобы выйти на другой формат, на 24 часа вещания, что продиктовано опять временем. Мы все прекрасно знаем, да, уже цифра. Кстати, в республике РТРС отработал уже более полумиллиарда рублей на установку нового оборудования. Вышки стоят из 39, 22 вышки уже стоят. В тестовом режиме уже вещает цифру РТРС. Но пока у нас не будет приставки, наши телевизоры, естественно, эту цифру, сигнал не получат. Теперь, почему все это происходит? Исключительно для того, чтобы попасть в первый мультиплекс. Ну, вы и так попадаете в первый мультиплекс. Да, мой канал «Россия КБР» автоматически вместе с федеральным центром мы попадаем в мультиплекс. Чисто технически разъясним, что это будет. Вот есть 10 каналов, которые через спутник передаются в наш центр. Центр принимает этот сигнал. Вы добавляете свой контент в программу «Россия-1». Мы даем... Мы не только «Россия-1», мы будем и на «24», и на «Культуре», и «Россия-2». Мы на пяти каналах уже будем в спутник. Я имею в виду механизм, а так можно там и во все каналы. Мы даем спутник, это все обрабатывается, обратно отсылается на спутник, а спутник уже распределяет по всей Кабардино-Балкарии. Что дает цифра? Цифра, конечно, это прежде всего качество. Цифра – это доступность на 98,9% населения Кабардино-Балкарии. Что сегодня, скажем так, на 85%, да, мы покрываем территорию республики? На 96% мы покрываем. Ну... 96%. Люда, хорошо. И вот чтобы попасть в первый мультиплекс, нам нужно иметь круглосуточное вещание и, естественно, технические возможности. А ко всему этому персонал. Понятно. Высокопрофессиональный. Ну, будем надеяться, что все у вас сложится, и республика получит качественное вещание 24-часовое на цифре. Конечно же, мы будем очень рады за коллег, и если что-то от нас зависит, чем-то мы где-то можем помочь, то наш филиал, конечно, всегда приложит все усилия и подставит плечо, это безусловно. Спасибо большое, Люда. И я бы хотела вернуться к основной теме нашего разговора о роли СМИ и о доверии общества к СМИ. И у нас есть сюжет на эту тему. Я бы хотела попросить режиссера, чтобы вывели нам сюжет. В Кабардино-Балкарии сегодня функционирует более 100 электронных и свыше 70 печатных изданий. 10 телеканалов и 20 радиостанций приводят данные о правительстве КБР. В этом списке только немногим более 10-й части государственные СМИ. О роли масс-медиа и раньше говорилось много, а в свете последних событий полемика приобрела особую трагическую остроту. Местные газеты и ТВ нередко упрекают в попытках лакировки действительности и отсутствия намеков. То же самое касается безопасности. Дело в том, что профессия журналистов, она потеряла плавное качество. Журналистка обычно защищала человека, человека от труда. Вы помните, может и не помните, потому что он был молодой. В газетах бывало очень много таких статей, которые именно защищали людей. Пусть это будут критические материалы, филитоны и так далее, и так далее. А сейчас их нету. Я не считаю, что наши журналисты беззубы. Я не считаю, что наши журналисты менее патриотичны. Но я хочу подчеркнуть, что наши журналисты созидатели. Они не разрушители. Треть населения республики узнает о последних событиях из газет. Каждый пятый слушает республиканское радио, и три четверти респондентов регулярно смотрят новости. Из интернета информацию черпает только один из трех жителей республики. Таковы результаты исследований, проведенных аналитическим управлением администрации главы республики в прошлом году. Но так ли важен сам источник? Ведь наполнение информации, или, как теперь принято говорить, контентом, в любом случае люди, журналисты. Те самые дотошные репортеры и корреспонденты, которые лезут иногда в самое пекло ради одного удачного кадра или эксклюзивного интервью. Увы, все чаще это заканчивается трагически. В 2005-м республика прощалась с Тамерланом Казихановым. Свою гибель он фактически снял сам. Это был первый в Кабардино-Балкарии выстрел журналистов. Второй прозвучал несколько дней назад, когда в одном из глухих переулков Нальчика двое неизвестных застрелили нашего коллегу Казбека Гикиева. Если бояться этих людей, то, наверное, и жить не надо вообще. Как можно их бояться? Бояться жить, не выходить из дома, да? Надо как-то объединяться, как-то бороться. Просто у нас и в республике журналисты немножко разобщены так, мне кажется. И если бы мы вот, этот трагический случай, если бы он послужил катализатором какого-то объединения, такого, ну, реального объединения, на таком низовом уровне, это было бы достойной памятью вашего товарища, нашего товарища журналиста. Тамерлана и Казбека уже не вернуть, но как защитить остальных? И главное, кто должен это делать? Профессия журналиста четвертая в списке по степени риска и при этом самая незащищенная. Конечно, власти в рамках полномочий, скорее всего, ответит большинство. А готовы ли к этому общество? Те, ради кого, собственно, и живут в сумасшедшем ритме эти странные люди. Как показал опрос на улицах Нальчика, многие горожане сами боятся появляться в экране и тем более что-либо комментировать. Очень жаль, очень жаль. Но и в этих условиях, точнее, особенно в этих условиях СМИ, реальная сила в обществе. Знаете, все профессии опасны, ну, журналист, конечно, потому что им приходится, как говорится, сувать нос туда, кто не желает этого. Поэтому, можно сказать, что одна из очень опасных. Вот как мы видели сейчас, и коллеги наши, и зрители, они поднимают этот вопрос о защищенности журналистов. Вот как вы думаете, насколько мы сегодня защищены, Мухаддин Рилюшевич? К великому сожалению, этот вопрос не раз поднимается в разных передачах и в России, и у нас. Конечно, журналисты не защищены, как и любой гражданин Российской Федерации. Что для этого нужно? Конечно, для этого, наверное, нужны законы. Но я не думаю, что это одними законами можно защитить журналиста. Это, я не знаю, это, наверное, должно быть отношение у общества к журналисту, к тому, кто тебе доставляет информацию, особое отношение. Но, помните, в старые добрые времена, в старинные добрые времена, Джагуаку никто не имел права обидеть. Будьте, простой человек, никто не имел. Он говорил то, что хотел. Из его уст звучала критика. И критика, причем какая критика. И ни один человек, ни то, что, не знаю, убить или что-то сделать, слова не мог сказать. Потому что его приравнивали чуть ли не к святым. Вот какое-то такое отношение должно быть к журналистам. И вообще тем людям, которые несут добро в людской мир. Спасибо. Спасибо, Махадин. Да, уважаемые телезрители, даже если сейчас все мы оденем бронежилеты, возьмем там оружие в руки, будем в бронемашинах. Это не факт защищенности. Защищенность должна быть не столько, может быть, такими методами, сколько теплотой, которая должна быть в обществе по отношению к тем, кого вы каждый день видите на экране, чистоте вы каждый день читаете. И вы знаете, вот я перед эфиром, наверное, немножечко и зрители замечают, насколько он у нас эмоциональный. За 10 минут до этого эфира буквально я приехала из Москвы, еле успела на эфир, и Махадин Лялюшевич подъехал. Я просто была поражена, как нас поддержала сейчас вся Россия. Все средства массовой информации России уже несколько дней говорят только о нашем Казбеке. Своей смертью этот мальчик поднял престиж нашей профессии на очень высокий уровень. И Олег Борисович Добродеев, руководитель нашего холдинга, он выделил очень серьезную материальную помощь родителям. Я не хочу озвучивать сумму, но вот это тоже своего рода поддержка. А моральная, эмоциональная поддержка, которую мы получили от своих коллег по всей России, это просто бесценно. И от жителей республики. У нас на первом этаже жителей центра есть пьедестал импровизированный, где стоит фотография Казбека. Эти дни столько людей приходило туда. Приходили маленькие девочки-близняшки из его сюжетов. Приходили жители республики. Бабушка Тая телеграмму прислала. Мы не знаем, кто эти люди. Но они приходят, приносят цветы, и они говорят нам спасибо за вашу работу. Вот это и есть наша защищенность. Огромное вам спасибо. Уважаемые телезрители, я хочу закончить словами, не моими, моего коллеги, одного из журналистов центральных СМИ. Берегите себя и своих близких. А мы всегда с вами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok